Добрый вечер еще раз. Значит, у нас сегодня третья глава, последняя, которую Раф писал сам, как начало этой книги. Дальше это уже будет такая немножко сборная остальянка. Давайте начнем повторение пройдено. У нас была первая глава, мы поделили Чуву на три части. Естественная, Чува Торы и Чува Разум. У нас была вторая глава, где мы поделили Чуву на две части по времени. Мгновенная Чува очень быстрая и Чува процесс другой. Сегодня мы поделим Чуву тоже на две части, но это более связано с внутренним ощущением Чувы человека. И вот я сейчас почитал и подумал, у меня появилось ощущение, что... У нас есть законы Чувы. С ними все понятно. Нужно делать так и так и так. А что человек должен чувствовать? Как правильно чувствовать? Есть вообще такое? Я не знаю, есть ли такое, как правильно и что правильно чувствовать. Но, по крайней мере, нам сейчас Рааф предложит два варианта внутреннего мироощущения. И мне кажется, может быть, не так обязательно вот так вот чувствовать, но, по крайней мере, как ориентир это стоит взять и сравнивать с тем, что я чувствую. Потому что иногда может оказаться, что если я чувствую что-то совершенно другое, то, может быть, это такие нет Чува. Может быть, да. А может быть и нет. Да. Приступим. Всем присоединившимся еще раз. Добрый вечер. Я прошу прощения. Я немножко в попыхах к этому уроку, поэтому иврита еще нет. И русский тоже там без заголовка, без стопи. Я после урока немножко это дело приведу в порядок, приклею иврит по той же ссылке. Ссылка в чате, поэтому, кто хочет себе открыть текст, приглашается. Итак, мы начинаем. Текст сегодня будет длинный. Глава третья. Чува конкретно утончена, и Чува неопределенно обобщенная. Есть Чува, направленная против конкретного греха. Или многих грехов. Человек помещает свой поступок в центр внимания и раскаивается в нем, сожалея, что попался в ловушку греха. И душа его, карабкаясь, поднимается. Наконец, освобождается он от порабощения грехов. И уже чувствует в себе святую свободу, в столь отрадную его изнуренной душе. И продолжает идти по пути исцеления. И вот, сияющие лучи солнца милости, высшей милости, посылают ему свой свет. Он идет и наполняется счастьем, блаженством и чувством духовного насыщения. Вместе с тем, что сердце его разбито, душа принижена и удручена. Но даже это чувство, подобавящее в его положение, добавляет ему внутреннего духовного наслаждения и подлинных ценностей. Идет он и чувствует, что приближается к источнику жизни, к Богу живому, от которого еще недавно был он так далек. Его жаждущая душа воспоминает сердечную радостью свою внутреннюю бедность и унижение, и наполняется чувством благодарности. И возвышает голос в песне восхвалений. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его, того, кто прощает все твои грехи, исцеляет все твои болезни, избавляет от гибели жизнь твою, окружает тебя милосердием и благостем, насыщает благами уста твои, обновляется, подобно орлу юность твоя, Бог творит справедливость и правосудие для всех угнетен. О, как угнетена была душа, пока ноша греха, его мрачной грубостью и ужасающей чажести была возложена на нее, какой униженной и сметельной была она, даже если внешнее богатство и почет выпали на ее долю, какая польза от роскоши, если внутреннее содержание, содержание жизни истощено из рук. И как счастлива она теперь, когда чувствует, что уже прощен ее грех, что близость к Богу живет и светит внутри нее, что облегчена ее внутренняя ноша, что долг ее оплачивает, и больше не угнетает ее внутреннее стеснение и растерзанность, полна она покоя и благочестивого умиротворения. Верзись душа моя к покою твоему, ибо Господь воздал тебе. Проза иногда у работе называют белая проза, потому что мы слышим эта песня. Вот как Раф нам излагает, это стихия, это действительно песня. И слог, спасибо за перевод Ширель, мы на русском тоже чувствуем эту песню. И эта песня, она вливается в псалмы царя Давида и выливается из них очень интегрально. Часть этой песни, которую мы сейчас прослушали, то, что нам Раф сказал, это в общем-то были псалмы. Это первая половина как человек, как чувство внутренней мира человека, который делает шву за какой-то конкретный грех. Следующая половина, то, что мы прочитаем, это будет про то, что нет какого-то конкретного греха и тем не менее человек делает шву. Его общее ощущение, оно мрачно, но конкретного греха человек не видит перед собой, не представляет. И вот я сейчас сам обратил внимание, что, в общем-то, я так вот со всей скромностью скажу, что мне кажется, Раф здесь нам, перед нами раскладывает, как бы показывает, какое, какого, по крайней мере, типа ощущения внутреннее должно быть, когда человек делает шву. И, конечно, ощущение это светлое. Другими словами, это нельзя сказать. Давайте теперь немножко конкретнее. Так у тех даже грех разбирать, мне кажется. Он льется, действительно, это волна, это песня. Есть шва, направленная против конкретного греха. или ноги в греху. В отличие от того, что мы посмотрим во второй половине. Человек помещает свой поступок в центр внимания и раскаивается в нем. Обязательная часть швы, конечно, это раскаяние. Сожалеет, что попался в ловушку греха. Грех – это ловушка. И душа его карабкаясь поднимается. Это процесс швы. Подъем он сложен. Нужно платить по счетам, но это подъем. Душа карабкаясь поднимается. Наконец, освобождается он от порабощения греха. Отношение человека с грехом это в данном случае Рафта представляет как внешний поработитель. И это у нас это противоречит часто нашему мнению, нашему взгляду естественному на и на чеву, и на грех. Я делаю то, что мне хочется инвалидов. А вот тут говорят, что это неправильно и нужно это поменять. Нужно это исправить. Не знаю, у соседа там красивый яблоко с яблоком я хочу его забрать. Мне это вкусно, мне это хорошо, я это хочу. Это я. Мне говорят, вот нет, нужно меняться, это все плохо, что ты делаешь, нужно исправляться. Ощущение, что пришел кто-то и вот делает со мной это самое, меня немножко гнет, меня немножко даже насилует, порабощает. и мне нужно как бы с ним подстраиваться. А я хочу свободу. А я хочу свободу, не хочу, чтобы кто-то мне говорил, что это. Правда, здесь это представление полностью переворачивает с ног на голову. Наоборот, тот у тебя порабощает, это твои грехи. И преодолев их, ты выходишь на свободу. И, конечно, мой любимый пример с курением здесь он, или с любой даже зависимостью, он здесь понятен. И уже чувствует в себе святую свободу, столь отрадную ибо изнуренной души. Порабощение грехом, напротив этого святая свобода. и продолжает идти по пути исцеления. Грех это болезнь, отшува это лекарство. Это даже не лекарство, это выздоровление, это исцеление. И вот сияющие лучи солнца милости, высшей милости посылают ему свой свет. Он идет и наполняется счастьем, блаженством, и чувством духовного насыщения. Мне привыкли к такому описанию тшвы, но я говорю мы, я в общем-то имею в виду больше самого себя. У нас тшва скорее, и это действительно подчеркнуто в книгах, то, как написано во второй половине предложения рава. И вместе с тем, что сердце его разбито, душа принижена и удручена. Вот это понятно. Вот это понятно. Человек согрешил, он сейчас понимает, какую гадость он сделал. Понятно и ясно, что сердце его разбито, душа принижена и удручена, если он нифига нифига играет. Понятное дело, что это нормальное ощущение человека. Страх это упоминает как вторую половину. А первую мы забыли, поэтому она здесь идет. Опять-таки мы, я про себя, да? Он идет и наполняется счастьем, блаженством и чувством духовного насыщения. Какое счастье, какое блаженство? Счастье на берегу моря счастье на спокойно, они совесть тебя ковыряют. Это счастье, блаженство и духовное насыщение. Какое духовное насыщение, когда тебя это самое, совесть любит. На прошлом уроке мы обсуждали, что такое большой человек, великий человек, да, и мы коснулись этого. Это тот, который может себе совмещать как-то более-менее одновременно абсолютно противоположные, в общем-то, душевные движения. Вот здесь как-то требуется быть одновременно и разбитой, и счастливой. И это и так правильно. То есть у нас постоянно маркеры мы подчеркиваем маркеры мы подчеркиваем, и нам это естественно и ясно, что сердце разбито, душа принижена, удрученность, для этого нам книги не нужны. Мы сами здесь с усами, мы и без того, чтобы делать, что вы очень хорошо себе и душу умеем принизить, и сердце разбить, и в депрессию впасть. это к этому мы привыкли. Правда, здесь показывает и в общем-то усиливает противоположную сторону, которая должна быть более четкой. Правда, это основное. Он идет и наполняется счастьем, блаженством и чувством духовного насыщения, и вместе с тем, что сердце его разбито, душа принижена, удручена. Но даже это чувство, какое приниженность, подобающее его положение, это нормально, что так все это будет случиться, добавляет ему внутреннего духовного наслаждения и подлинных целистов. мазохизм. Это мазохизм. Мазохизм разрешенный и правильно. Я получаю удовольствие от собственных страданий, потому что я знаю, что я делаю правильные вещи. Это знаете, о чем я подумал? Это может быть пример человека, который вел свой, допустим, возьмем грех такой интересный, как введение семейного бюджета. Как попало. И вот, ну, в общем-то проблем нет. Бюджет как попало, у тебя под руками банк, он тебе предлагает суду, потом еще одну суду, потом суду закрыть, минус. И в общем-то сегодня, в общем-то там где-то не знаю. Ну, нормальная семья до 10-20 своих зарплат может набрать суд без прав. Ну, как, ну, все понимают, что это начинает в какой-то момент пахнуть плохо. Ну, в общем, живем и живем себе. Понятно же, надо там детей кормить, там, и велосипеды покупать, там, и то, и сэр. В какой-то момент человек начинает действительно процесс выздоровления. Человек начинает прекращать брать суды, начинает разбираться со своим бюджетом, начинает отдавать существующие и так далее. То есть, с одной стороны, тебе сейчас хуже, с одной стороны, тебе сейчас сложнее, ты не можешь себе позволить тому, чтобы ты мог раньше и так далее. Но, ты видишь, с каждым днем, с каждым месяцем я вылажу из этой гадости, куда я залез. Вот у меня через два с половиной года, через 30 месяцев я в другом месте у меня будет лишние две тысячи, которые я смогу потратить на то, на все это. То есть, с одной стороны, ты, конечно, страдаешь, а с другой стороны, ты понимаешь, что это страдание, это твое исцеление. Я не уверен, что это один к одному точно примеровый, поэтому вы призываете более лучшие примеры, но хотя бы хоть что-то. Но даже это чувство, подобающее в его положении, добавляет ему внутреннего духовного наслаждения и полина ценности. Что мне здесь важно, что это должно происходить, если этого не происходит, вот как я сказал, что мы должны чувствовать по закону во время ничего не должны чувствовать, где-то не написано, но вот Раф пишет. Это, конечно, не закон, это, конечно, рекомендация, но я считаю, я к этому сейчас подходу серьезно. Если мы не чувствуем параллельно, и вот что это принижение и разбиение сердца и так далее, оно добавляет ему внутреннего духовного наслаждения и подлинной ценности, это плохо. Надо подумать и заставить и обратить на это внимание, чтобы это да, происходило. Это правильное чува. Я не буду сейчас говорить, все остальное неправильное, но давайте, по крайней мере, посмотрим, как чува выглядит у раба. Идет он и чувствует, что приближается к источнику жизни, к Богу живому, от которого он еще недавно был так далеким. Он делал себе грехи, делал себе грехи, Бог не Бог. Он понял, он делает гадость, он решит этого дела отсечь от себя. С каждым шагом он пробежается к Богу. Безусловно, даже если он не думает каждую секунду про Бога, он не имеет в виду ничего, он сейчас борется со своим грехом, этот грех, ощущение у него как-то нехорошее. Вот это вот твое всеобщее состояние с нехорошим ощущением. Мы должны знать. Идет он и чувствует, что приближается к жизни, к источнику жизни. Я говорю знать равна и чувствовать. А чтобы чувствовать, мы должны знать. Мы должны в себя сперва идти через голову. Я сперва должен знать, что это да, правда и потом я смогу это чувствовать. Если я не уверен, что это так. Мы можем себе подстроить в голове другую картину. Пока я нет. Мы можем себе представить Бога как строгого учителя, который ищет только недостатки. Соответственно, пока я не буду как бы это сказать попроще. Настолько совершений, как сам Бог, я его не удовлетворю. Соответственно, я все время буду не такой, как нужно. И я все время буду в мыслях, как я далек от Неба. Так, крестик, неверный. Любое твое продвижение вперед, даже на микрон, оно очень страшно ценно в глазах Бога. И соответственно должно быть ценно в наших глазах тоже. Соответственно, то, что мы знаем, что исправление, что продвижение вперед, это приближает нас к Богу. То, тогда мы должны это прочувствовать. И тогда это уже будет более правильный процесс. И опять-таки, мы замкнули круг, тогда и сама тишева будет гораздо более простая, приятная. Мы не будем убегать, как дети от горькой таблетки. Идет он и чувствует, что приближается к источнику жизни к Богу живому, от которого еще недавно был он так далек. Его жаждущая душа вспоминает сердечной радостью свою внутреннюю бедность и унижение и наполняется чувством благодарности и возвышает голос в песне восхваления. А как у нас? Мы смотрим назад и ужасаемся. Ой, как было плохо и у меня получится не получится оттуда уйти. Как бы ощущение тоже не самое. Душа вспоминает с радостью, с радостью сердечной радостью, свою внутреннюю бедность и унижение, которое было и наполняется чувством благодарности. Я был далеко от тебя. На пол театрального шажка дальше, чем сейчас. А сейчас я уже на пол театрального шажка был. Как здорово. Так вот, это должно проникнуть в нас, что да, вот твое да, он совершенен, он абсолютен, он очень большой и все правильно. Но твое вот это вот совершение на полмикрон, продвижение на полмикрона вперед страшно важно в глазах Бога. И поэтому и должно быть страшно важно в твоих глазах. Мы сами себя, опять-таки я, да, очень часто, а ты ничего не стоишь, а твое продвижение кому это вообще интересует. наоборот. Даже твое мелкое продвижение вперед очень важно. То, что в глазах Бога мы объяснили, должно быть также очень важно в твоем. благослови. тогда, и только тогда, если это важно в моих глазах, я смогу с чистым сердцем благодарить. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний его. Ну, мы это, про что мы это думаем? Тот, кто получил наследство в 2 миллиона, вот, он благодарит Господа. Мы говорим про продвижение на полмикрона вперед. На человек, который сделал чугу за какую-то мелочь или не за мелочь. И он это ценит в себе. И это важно из-за этого благодарить Бога. Того, кто прощается твои грехи, исцеляет все твои болезни, избавляет от гибели жизнь твою, огружает тебя милосердию, благодатью, насыщает благами уста твои, обновляется подобно орлу и у нас твоя, Бог творит справедливость и правосудие для всех угнетенных. Ну, конечно, песня это уста. О, как угнетена была душа, пока ноша греха, его мрачной грубости и ужасающей чажести была возложена на нее. какой униженной сметенной была она. Это ощущение души. Это не то, что мы чувствуем. Мы наоборот. Когда мы делаем гадости, мы не особенно задумывались, что мы делаем гадости, все у нас в порядке. Никакой тут тяжести, грубости, ничего такого мы не чувствуем, но все хорошо. А когда мы делаем чу ву начинается, вот тогда нас становится плохо. Вот тогда нас становится плохо. А по-настоящему все наоборот. То есть ощущение меня, чувство, а есть то, чувствует моя душа. Какая польза от всей роскоши, если внутреннее содержание, содержание жизни истыщеною сухи. И как счастлива она теперь, когда чувствует, что уже прощен ее вред, что близость Бога живет и светит внутри нее, что облегчена ее внутренняя ноша, ее долг уже, что долг ее оплачен и больше не угнетает ее внутренние истязания, стеснение растерзан. полна на покое и благочестивого умиротворения. Верни душа моя покоя твоему и Господь воздал тебя. Я остановлюсь на этом и хочу послушать возражения и дополнения. А что под словом грех? Таня, спрашивай, что такое грех? Ну, да, вы говорите и когда я читаю у меня разные как бы смыслы ошибка, промок или грех это уже какое-то такое действительно я что вы скажете? А это зависит от автора что значит зависит от автора? Она просто какое слово употребляла Равку с этой грех? Грех по-моему здесь на иврите здесь везде хэд? Хэд это промах секундочку промах это если мы будем действительно смотреть на корень и переводить именно на основе корня а вольконтекстное понятие это то что в русском грех то есть на сейчас понятие этого слова это в русском тоже грех это от слова грех то есть промахнулся абсолютно верно да но так же как на иврите да то есть по корню это промашка а но на сегодня уже слово значение несет вот именно более как проступок чем промашка окей вот поэтому я спросила потому что порабощена грехом это если порабощена промашкой ошибкой то есть это значит эта ошибка постоянно повторяется снова и снова но я стараюсь но у меня не выходит например а если проступок это уже да порабощение мне не кажется что мы говорим я стараюсь у меня не выходит нет у меня ощущение что здесь как бы два я я не обращал внимания может быть мне было не очень важно что это грехи или что это вот так получилось а потом я обратил внимание на что я делаю и пытаюсь исправить мне не кажется что мы сейчас здесь говорим о случае когда я стараюсь у меня не получается мне кажется это больше проступки которые мы совершали более или менее обращая на это внимание сейчас мы обучаться мы обратили и решили а что же нам с этим проступок это тоже более такое мягкое потому что есть и злодейство и преступления тоже это слово на русском языке называется общим грех я хотела поэтому уточнить насколько или это все вместе грех любые варианты мне кажется все вместе любые варианты потому что у меня ощущение что мы сейчас рассматриваем тему очень сверху не вдаваясь конкретные подробности поэтому и обратите внимание что очень в общем мне кажется он оставляет место нам всем на потянуть это немножко в свою сторону у кого какие ассоциации это возбуждает разница здесь пишет белую прозу это вот скорее действительно это должно резонанс какой-то вызвать в душе такой текст чтобы это как бы начало вот звенеть и здесь действительно понимание больше душой мне кажется чем головой но здесь есть то что называется гешильность вещь которая как бы Раф подчеркивает как как ощущение верный да да то есть мы начали с того что человек раскавится в грехе а в конце мы уже потихонечку пришли в ситуацию где он сделал чего полностью и он чувствует что его грех прощен и по счетам он заплатил и близость к Богу живет внутри что долг уплачен его не угнетают уже внутренние и так далее то есть мы начали сначала что закончили концов но даже посредине человек карабкается поднимается и так далее как бы равно добавляйте очень много яркой светлой желтой можно сказать краски к тем темным тонам которые более-менее у нас связаны с чурой можно можно я скажу да да конечно мне вообще кажется что вот эту всю сторону швы даже раскаяние не говоря уже об исправлении в исполнении всех остальных этапах швы о которых рамбан объясняет вообще их нет они здесь где-то за рамками ситуации рамб рассказывает ситуации когда человек душа угнетена потому что он находится в неправильном месте живет неправильно делает что-то неправильно неважно вот этот грех или жизнь она стала ужасной и в какой-то момент для того что ему оттуда выйти он может поднять глаза увидеть этот божественный свет что это и в этом что случилось что-то случилось в порядке кого-то был включен просто микрофон продолжай то есть с точки зрения божественного света вообще все прощено уже давно он не знаю он раскаялся не раскаялся но он находится где-то в глубокой яме у него все все плохо все разбито все это как раби митод говорил нет более полной вещи целой вещи чем разбитый сердце вот когда он ощущает насколько сердце разбито в нем в нем разлом в который может войти божественный свет это наоборот позволяет ему выйти из какого-то закрытого тяжелого состояния в котором его душа находилась как раз пишет и не важно какие были внешние причины она была угнетена потому что она понимала что делает не то живет не так поступает может быть человек неправильно он может быть ознавал может быть не осознавал но что бы то ни было когда возникает ситуация что он видит этот божественный свет он может к нему продвинуться Бог всегда тебя может принять дать тебе этот свет и ты к нему можешь прийти это мне кажется основная тема то есть эта шуба это с точки зрения равы это возможность человека несмотря на то что где-то его душа разбита и угнетена грехом или неважно чем неправильным поведением то есть понятно что когда он движется в сторону божественного света это само по себе исправляет ситуацию спасибо я вот тут улыбился пока вы рассказывали я извиняюсь у меня ощущение что вы нам предваряете то что мы не прочитали мне кажется то что вы сказали гораздо больше и лучше относится к второй половине текста который мы еще не видели здесь мне кажется таки да человек не то есть вот именно то есть вы не знаю вы как-то очень очень тонко все это чувствуете потому что из первой половины мне вторая абсолютно не ясно вы у меня еще не вы уже там сейчас мы это прочитаем мне кажется что это очень похожие вещи вообще не понимаю и мне вот вот сейчас мне нужна ваша помощь потому что для меня это две абсолютно большие разницы именно вот именно это хочу скажу потому что здесь мне кажется здесь есть наоборот конкретный грех я я с конкретным грехом работаю и то что я возвращаюсь делаю как это раскаиваюсь конкретного греха это то что мне приближает Бог вы говорите наоборот Бог протягивает руку каждый день он дает себе этот свет только если человек хочет его увидеть я даже не знаю или может быть ему нужен какой-то толчок чтобы его увидеть потому что то что пишут и сатан передо мной после меня то есть там несколько вариантов как человек грешит и как раскаивается от греха все время ему типа сатан мешает что перед грехом он говорит это ерунда подумаешь что девушь ничего не будет а после греха он говорит это такой страшный грех ты никогда не раскаешься это какой-то сатан это мы говорим в субботу но вот если ты вдруг убираешь это все вот этого ощущения что я должен какие-то немыслимые усилия предпринять что это безумно тяжело раскаяться а просто обращаешься к источнику всего ты понимаешь что у всего на свете есть смысл что он вообще всегда для тебя открыт и грехи вообще становятся как ничто теоретически как бы ты не сокрушался как бы твоя душа не была полна ощущением вины и так далее но ты как ребенок который там на шаливо прибегает к маме мама его обнимает и ему как бы уже не больно и не горько и все все нормально ну разбил чашкой ладно что там но я не знаю как это объяснить спасибо действительно спасибо сейчас мы это мне кажется мы будем сейчас глубже трогать как раз да еще кто-то ну хорошо никто ничего не хочет сказать продолжу туда монолом итак возвращаемся на шер есть еще другое переживание отшивы общее нераскрыто грех или грехи прошлого не приходят на память но в целом человек ощущает что он весьма удручен чувствует он что полный искажение что свет бога не светит ему нет нем отзывчивости сердце его запечатано его качество и свойства его души не следует прямой дорогой и желан дорогой прямой и желанной способной обеспечить достойную жизнь чистой душе интеллектуальное развитие его грубо чувством примешано уныние и безнадежные стремления пробуждающие в нем отвращение к самому себе стыдится он самого себя знает он что нет бога внутри его существа это его наибольшее горе самый страшный грех он возмущен самим собой не может найти способа выбраться из-за запад ведь нет у нее конкретного содержания но все существо его изнемогает как под пыткой из этого состояния душевной горечи приходит шува как повязка с лекарством от опытного врача чувствуют шувы скрытые знания о ней готовность ее в глубине души в тайниках естества во всех плутаниях помещениях веры и традиций со всей силой приходят и разливаются в его душе мощную уверенность в исцелении в общем возвращении к жизни которую от шува дарует каждому кто прилепится к ней проводит над ним дух приязни и утешения как мать утешит человека так утешивает вас чувствует он что каждый день проходит для него согласие с этой высшей и общей душевой его само ощущение остается более уверенным более просветленным более освещенным светом разума и более осознанным в соответствии со словами ТОР и вот он идет и сияет мрачное выражение ушло с его лица свет умиротворения пришел из Арина он наполняется мощью глаза его наполняются святым огнем сердце его купается в источнике утонченного наслаждения святость и чистота растирают над ним свой покров любовь беспредельная наполняет его дух душа его жаждет бога и сама эта жажда насыщает его жиром и туков дух пророчества поигрывает перед ним как колокольчик оповещая шестертое его прегрешение известное и неизвестное что создан он заново новым творением что весь мир и все миры обновлены вместе с ним и все происходит и все и все произносят песни все полно божественной радостью велика чувак что приводит исцеление в мир и даже если один сделал чувак прощают ему и всему мир если честно это не сложно но я хочу обратить ваше внимание на один кусок на одну часть из него которая мне тоже нужна душа его жаждет Бога и сама это зажда насыщает его мы насыщаемся жаждой совсем вот такое как вы говорите афух аляфух перевернуться совсем что но это очень связано с тем что мы говорили выше ощущение того что я жажду Бога это уже очень хороший душевный порыв который сам меня должен сам по себе наполнять о ты стремишься к чему-то хорошему полезному верному важному это очень хорошо и правильно и это тебя насыщает нас жиром туком 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 сама жажда насыщает это ну вот здесь я действительно попросил вас объяснить этот отрывок потому что мне на самом деле это сложнее немножко я не очень понимаю это состояние не очень понимаю это вот вот это вот именно половину и то есть вначале мне все ясно у человека есть конкретный грех который он раскаивается здесь человек удручен и как человек помогает я не очень понимаю давайте я передам вам микрофон попробуйте одеть мушку вперед я скажу мне как раз ой извиняюсь нет я не сказал кто хотел вы у шереля включу микрофон но вы молчите на хамокарте что-то говорить с выключенным микрофоном я только сказала что шереля почему она замолчала не знаю это не я говорила это говорил кто-то другой но я могу сказать за себя тоже это была шифра хорошо я могу уступить шифре а потом я тоже скажу да ну хорошо если мне все уступили спасибо я тогда можно знаете что скажу мне кажется наоборот это очень понятно потому что это как бы по-моему это те ощущения которые переживали все мы когда мы делали чугу когда у нас как бы мы не чувствовали себя грешниками но нашей душе чего-то не хватало нам хотелось божественного нам хотелось чего-то красивого нам хотелось вот и мне кажется что это как раз именно то что описано и описано очень очень красиво мне очень на меня произвело большое впечатление как написано но понимаете вот когда прошло уже ну скажем так 30 лет с тех пор как мы сделали чугу нельзя жить все время на вот этом надрыве на вот этом вот каком-то на состоянии чугу в какой-то момент включается голова понимаете начинаешь видеть и тогда ты начинаешь понимать а куда ты пришел ты же пришел туда где ты был в лучшем случае вот и мне бы очень хотелось вот на этот вопрос получить ответ на этот вопрос или это все основа наше я пропустил повторите просто куда ты пришел ты пришел туда куда ты был где ты был то есть ты ничего духовного не приобрел ты ничего то есть раньше если раньше для тебя грехом было там я не знаю что не есть этот этот самый оливье на новый год то теперь для тебя стало грехом не есть хумус вместо оливье понимаете и понимаете ну то есть получается что все вот то куда мы пришли в результате нашей чувы оно эмоционально да очень красиво но оно не выдерживает проверки интеллектуальной понимаете оно интеллектуально лопается просто вот в руках вот так вот мой вопрос вот какой скажите пожалуйста вот это все что мы будем разбирать это все будет только на уровне эмоций или есть какое-то интеллектуальное то есть это очень красиво я ничего не хочу сказать но хочется вот какого-то все-таки понимания что-то добавить себе вот чтобы с чем-то уйти после урока во-первых спасибо во-первых спасибо во-вторых во-вторых допустим у меня нет для вас ответа но тот кто на сегодня действительно представляет юдаизм не как идишкайт а как вот именно для пытается работать с интеллектуалами именно с точки зрения как бы вот именно разума на на высоком уровне на основе кстати учения раба кука безусловно да вот по поводу эмоций эмоции у нас появились в третьей главе первая вторая мы говорили первая глава совсем была по разуму будет нас всякая да но возвращаясь нам это именно проект раба шарки взял себе как бы за то чем он занимается это вот именно что нет у нас как это и юдаизм не представлен именно с интеллектуальной точки зрения серьезная как бы со современными философскими вопросами этическими вопросами всякими разными вопросами которые ставятся сегодняшняя жизнь серьезных какие у иудаизма есть серьезные ответы на эти вопросы это то чем это то в чем видит свою миссию рабшавки вообще поэтому вот кампейн с двумя миллионами с которого мы начали это туда это очень правильно поэтому если у меня не будет если не будет ответа то я вас отправлю кравшарки и так далее они абсолютно серьезно этим занимаются и мы это прочтем через некоторое количество времени потому что наши книги где Раф Кук сетует на то что рабоним не занимались вопросом как связаны все конкретные наши заповеди иудаизма с общим мировым справлением с справлением всего мира и он утверждает что так они этим не занимались то поэтому евреи которых вопрос исправления мира интересовал больше и выбросили заповеди которые им никто не объяснил как и вообще связаны ли они с исправлением мира это Раф говорит однозначно понятно да что на ваш вопрос я не знаю если у меня ответ может быть у меня есть мазок там мазок сям я даже не знаю по честному по честному если вообще целостные ответы это вопрос сегодня иудаизм вообще ответ разрабатывается потому что на сегодня иудаизм он в стрессе как в общем-то и вся мировая культура связанная с созданием государства Израиль и изменениями которые во всем это требуют и прошло еще очень мало времени мы посредине всего этого процесса поэтому может быть ответы вообще формируются сейчас нашей жизнью и нашей культуры которую мы здесь в Израиле создаем сейчас не знаю но вот как бы на одной ноге вот так спасибо да по-моему замечательный ответ я просто хотел сказать что я полностью согласен ну конечно я сказал что деньги нужно в шарке давать еще бы это вырезать из фильма я извиняюсь Нахава все нормально я по вопросу от того как это происходит что жажда насыщает человека представим себе вот человека он в угнете состоянии у него душа стремилась к чему-то может быть когда-то какие-то были у него в жизни откровения какие-то были замечательные моменты связанные с шувой или с другими какими-то но в настоящий момент он чувствует что что нет вот этого света который он когда-то чувствовал романтики или дшувы или бога или продвижения то что дает удовлетворение души почему-то куда-то девалось вот это состояние которое описывает и как из него нет выхода он там замкнут в этом состоянии своем не чувствуя ни радости ни выхода и то что он говорит что когда у человека появляется жажда всевышнего в нем он открывает в себе какое-то пространство какое-то место какие-то появляется какой-то инструмент не знаю что место для того чтобы бог туда вошел туда вошел божественный свет это похоже на модель мира которая принимает божественный свет есть разные модели есть модель связанная с пустым пространством что-то бог не может туда вместить свой свет вообще а есть модель такая что мир да принимает этот свет но только он может его принять столько сколько он может принять. Так же и человек. Он может увидеть какой-то смысл в своей жизни. То, что ему Бог предоставил какую-то светлую дорогу, продвижение, на котором он увидит смысл. И это дает ощущение полноты жизни и счастья. А в данный момент он этого не видит. Но в тот момент, что эта жажда в нем вдруг раздается, из угнетения она может быть раздается. Так Бог ему всегда посылает ответ. Он посылает ему смысл. Он дает ему путь. Но это невозможно без того, чтобы эта жажда возникла. По-моему. Потому что всегда ты только открываешь это место в себе. И оно наполняется светом. Оно наполняется смыслом. Это происходит в каждый момент жизни. Человек, который не может встать утром, потому что он в тяжелой депрессии, например, и в жизни ему кажется бессмысленным. Если он открывает себе это желание услышать то, что Бог ему говорит в мире, он в этот день найдет, может быть, в себе силы как-то встать. Я не знаю. Я очень грубо привожу пример. Чем больше ты открываешь себе этого желания понять, увидеть, продвинуться, из этого состояния душевной горечи приходит шва как повязка с лекарством от опытового врача. Действительно, это не интеллектуальное, это некоторое движение души. Может быть, интеллект тут может чем-то помочь, но я сомневаюсь. Ты можешь сидеть себе целый день в этой яме и говорить, я очень хочу из нее вылезти, я очень хочу увидеть здесь Бога и почему-то не видеть. Я не знаю. Это, может быть, очень индивидуальная вещь. Позвольте, я выскажу. Здравствуйте, Нихама. Понимаете, на мой взгляд, почему мы грешим? Мы хотим сделать себе комфортнее, приятнее, то есть стать немного счастливее каким-то образом. Ну, ошибочно, конечно. И вот чем дальше мы погружаемся в этот грех, ну, в погоне за иллюзорным счастьем, что ли, так получается, за комфортом каким-то, чем дальше мы углубляемся, тем меньше мы этого счастья находим. Потому что что-то, ну, вот искра Божья, видимо, в нас не позволяет нам быть счастливыми во грехе. И вот отсюда именно вот это тягостное состояние души. И тогда человек начинает задаваться вопросом, а почему? Собственно, я иду дальше и дальше, а счастливее не становлюсь. И тогда, собственно, приходит вот, собственно, и сама тшува и приходит, когда человек начинает понимать, что этот путь никуда не приведет, это замкнутый круг. То есть тут надо по-другому, ну, если грубыми словами. Я думаю, вот так это все происходит. Интересно. Очень интересно. Ну, во-первых, надо знать, что такое счастье у каждого, это разный будет смысл в этом слове. Ну, там в случае каждого греха, ну, возьмем там заповеди, там, ну, прелюбодеяние, предположим, возьмем, да? Там, собственно, удовольствие налицо, да? Вот. Но чувство использованности никуда не денется, оно будет усиливаться. Человек действительно, вот как написано, будет чувствовать себя униженным. Рано или поздно, чем дальше он будет, тем сильнее будет это чувство. В конце концов, разум просто возвопит. Я так больше не могу. От чего, почему, может быть, даже и непонятно особо. И будет искать другие выходы и найдет их. В любом случае, человек должен иметь какой-то идеал, но он будет все время, наверное, меняться, потому что для одного, прелюбодеяние, это будет совершенное действие, а для другого, это уже на уровне даже какой-то мысли, он будет стараться не желать. и поэтому уровни будут разные в этом любви человека. Нет предела самосовершенствования, и поэтому будет новый уровень. Стараться, ну, как бы тут стараться не желать это угнурять, опять же, себя. Но дело в том, что когда кейс прожеван, то есть, ну, грубо выражаясь, прожеван, освоен полностью, то тогда, когда ситуация становится в самом начале аналогичной, именно вот Божий Свет дает тебе понять, к чему это приведет. Это неким образом вот точно, как написано, пророчество. То есть, ты начинаешь видеть, что будет дальше, и тебе просто становится смешно, потому что этот путь тобой уже пройден. Я думаю так. Это уже мудрость, когда человек из опыта может предвидеть, что это... Мудрость, собственно, отшувает накопленный опыт, пусть даже негативный, но очищенный, обращенный в мудрость. Я думаю, это так. Но ведь и заповедь последняя тоже есть. Не желай. Это тоже на уровне именно вот этого высокого уровня, когда человек не желает, он приближается... Так уйдет, само собой. Это само собой. Это процесс, ну вот как бы, когда переварено все, процесс, мне кажется, это уйдет, само собой, и все. Это смешно будет. Да, оно станет сутью человека, что... Да. Не потому что... Довольно естественные такие процессы. Ну вот это же идеал к тому, чтобы прийти, чтобы оно стало сутью, а не просто не желающим, я терплю, не желаю. Для этого надо как следует все это проживать, понять, как следует. Вот это же, о чем, мне кажется, шифры введут. А к нему, это не все я делаю. Это смешно. Ну да, задаешься вопросом. Кстати, что я в результате получаю из раза в раз. Да, Равгей на уроке говорил, что даже нет ну книги особо такие, чтобы рассказывался о смысле заповедей. Вот он попробовал начать это на своих уроках о смысле заповедей. нам передать. Я хочу с вашего позволения заострить вопрос на одной важной вещи. Это, кстати, связано с тем, что Шифра сказала тоже. Мы привыкли к тому, что на грех человека толкают его дурные начала, страсти и так далее. И, конечно, это верно. То, что я сейчас буду говорить, можно даже посмеяться немножко, но для меня это все очень серьезно. Безусловно, на грех человека толкают страсти, в какой-то момент он шоется берется за голову и понимает, что это за дурный. У нас в Талмуде написано, не грешит человек, пока дух глупости на него там не дыхнет. Но раб говорит, что не здесь, вообще говорит, в другом древнестах, что основная причина греха в нашем поколении это не страсть и не дурная ручка, которые на этом, конечно, берут попытки. Основать наоборот, это идеалы. Люди стремятся к идеалам и поэтому они грешат. И мне кажется, это очень важно нам понимать всем. На сегодня в общем, да, понятно, что есть гады, есть идиоты, есть грешники такие простые и так далее. Но на сегодня в очень общем, по крайней мере, взгляд раба и, скажем так, если мы не будем согласны, знать и понимать, что корень греха в нашем поколении это именно не дурное начало, это хороший начало. Это вот именно работа от головы от идеалов. И в тот момент, когда религия не удовлетворяет этим идеалам, человек его бросает и идет разбираться сам. Хорошо или плохо. Поэтому это корень немножко странного с религиозной точки зрения отношения, допустим, раба к первопроходцам, вообще к религиозным и так далее. Он не смотрит на несоблюдающих заповедей сверху вниз снисходительно. Он абсолютно интеллектуально, честно смотрит на них, то, что называется, на уровне глаз уважительно. И это как бы совсем новый взгляд на грехи, новый взгляд на несоблюдение, который вот в этом как бы это действительно новость в учении раба. Потому что всегда взгляд к несоблюдающим был как слабый. Соблюдать сложно, ты боишься трудности, ты не соблюдаешь. Ну, есть слабые люди. На сегодня это не только что этот взгляд он обижает, он еще и не верит. абсолютно не верит. Ну, теперь, да, если ты там вернулся в чему-то, не знаю, последние пять лет, окей, тебе это простительно, но если ты уже взрослый человек, думаешь о себе головой и так далее, для меня это взяло не пять лет. Вот именно учить раба и понять, что наш на сегодня правильный взгляд на людей, которые не соблюдают, на людей, которые в наших глазах грешат, в глазах Всевышнего грешат, это нет взгляда сверху вниз. И это принципиально, как бы, и урава это очень сильно. Это сейчас мы не видим, но как бы это так. И именно поэтому на сегодня вот, мы сейчас обсуждали, что источником греха является удовольствие вожделения, у меня ощущение, что урава источник греха не там. Именно ближе там, где говорила шифра. А где же как бы вот именно разум, где понимание, где чем меня иудаизм на сегодня приближает к исправлению мира. Если у меня нет, а у меня нет четкого и разложенного по мелочам ответов, что называется, не на уровне общих идей, а на уровне законов, с пунктами и подпунктами, по всем вопросам, как и чего, то это проблема греха. Это корень греха, и с ним нужно, что называется, серьезно очень относиться, воевать, не воевать, да, но понимать его. И этим принципиально отличается все наше поколение и от понятия греха, и от то, как работали с грехом, допустим, те же самые рабонимы, все остальные, и и тогда и тому подобное. Да? То есть источником грехов сегодня может быть запросто идеалов. Мы сейчас в том отрывке, который мы читали, этого не затрагивали совсем, но это общая рака, это общий фон, который обязан быть. Это общий фон, который обязан быть. У нас появится из нашей книги тоже то, что я сказал, там, как Рав ругается с Раванеем, говорит им, вы не правы в том и всем, и в этой книге, в других это есть. общий фон, понятие вообще взгляда Рава на мир, на наше поколение именно в мире, оно очень важно вообще нам. Спасибо, Натан, вы теперь ответили гораздо больше на мой вопрос, потому что это действительно вот то, что я спрашиваю, есть ли нам куда вернуться? Нам хочется, мы чувствуем, вот это то, что мы прочитали в последний отрывок, да, это наше состояние, или скажем так, это наше состояние, которое было там, скажем, 30 лет назад, вот, но нам некуда вернуться, то есть, когда мы смотрим на мораль, ту, которую нам предлагает религиозное общество, мы часто в шоке, понимаете, то есть, вот мне кто-то ткнул меня носом в то, что это что морально, перебить, значит, на войне всех мужчин, а потом прийти перебить всех женщин старше трех лет, и всех мальчиков мужского пола, это морально, вот что бы вы ответили, вот как, как с этим жить? с этим жить элементарно. Но я, как бы, я буду хорошо, с вашего отца, я раскрою, закрою, не наша тема, давайте так, давайте я вам задам встречный вопрос. Это то, что я думал сам собой, немножко более просто, чем вы спросили. с тонущего титаника спасали женщины детей, а мужчин оставили и тонуть. А по Аллахе, если я не ошибаюсь, сперва спасают мужчин. А я спрашиваю простой, дурной вопрос. С моей точки зрения, любая сторона этого уравнения, она не моральна. Либо мы провозгласим жизнь мужчины важнее, чем жизнь женщины, либо мы провозгласим жизнь женщины важнее, чем жизнь мужчины. Это абсолютно аморально собой встало. Согласна, согласна, да. Но, 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 в чем но? Оно, оно в том, что если я что-то вслух, не здесь, а где-нибудь перед журналистом, озвучу позицию Аллахи, то это будет много ахов и охов, и меня смешают непонятно с чем. А когда я думаю, даже для нас, вот спасать сперва женщин и мужчин, это для всех нас, это морально, это правильно, это хорошо. А спасать сперва мужчин это ужас. А теперь смотрите, но ведь причина-то, по которой спасают сначала женщины, она же не в том, что их жизнь ценнее. В чем? Она в том, что им труднее. Что если женщины, тем более в те времена женщины не умели плавать, они не занимались спортом, они были в своих кренолинах, в которых они повернуться не могли. Я специально этот провокативный вопрос сюда пришел, действительно провокативный, потому что у нас у всех он переворачивает немножко душу. А! Святая же корова, мы его сейчас под нож. Нет еще. Я давайте с вами поделюсь своими собственными мыслями. Когда татару Титаник, тот, кого не посадили на шлюпку, ему проще, ему тяжелее, он, это самое, он не вызовет 150%. Всем одинаково сложно. Тем не менее, мы спасаем женщин и детей. Вы можете со мной спорить. Мой вывод, он не потому, что это морально. То есть, да, понятно, что потому, что именно это морально. На чем стоит эта мораль? На чем стоит эта мораль? Эта мораль стоит на христианстве. По-моему. Почему на христианстве? Потому что тот, кто слаб, тот и прав. В нашем случае слабость или сила никакой выгоды тебя не несет. Потому что ты сильный, ты проплывешь на 20 километров больше в ледяной воде. Это тебя не спасет посреди ледяного океана. наоборот. Быстрее замерзнешь и умрешь, смерть будет менее мучительной. В христианстве слабый он всегда прав. Поэтому спасаем слабых сперва везде. Теперь, почему в иудовизме спасают сперва мужчин, если честно, я не знаю. Мое предположение личное, никому ничего не обязан, оно очень простое. Жизнь мужчины и женщины как человека не равны, но чтобы как бы мы должны все равно дать человеку какие-то что делать, какой-то пункт. Мы должны сказать вот это сперва, это потом чисто технически. И это было сделано. Потому что и как вы знаете, это не абсолютно. Допустим, в своих ростах человек в любом случае спасает сперва отпалахи. Сперва спасаем тех, кто ближе к тебе, потом тех, кто дальше. Но должен быть порядок. Теперь возвращаясь к войне. Возвращаясь к войне. То же самое с войной. Убивать всех мужчин, убивать всех женщин, убивать детей. У нас на сегодня мораль нашей армии нам диктует профессор Асакаши, которой мораль опять-таки из того самого христианства дайну из общей мировой культуры он берет мораль. Слабый он прав. Мораль по-нашему в смысле с армией тем более это мы работаем по моральным принципам на уровне нашего врага. То есть это противоположность того, что нам сегодня говорят в армии. В армии нам говорят и вообще когда начинается морализаторство, мы не можем спускаться на моральный уровень наших хронов. По иудаизму мы работаем на моральном уровне наших врагов. Кстати, я бросил в наш чат именно рассказ великолепный, самый лучший кстати его, я там весь цикл прочел, но это самый лучший его рассказ, называется «Уважение моральных традиций народов не помню, там галактики или что-то такое, из цикла мира, из мирской хроники. Это про это. Если мы воюем с народом, который готов уважать международные конвенции, мы их тоже уважаем. А если они не готовы, то мы тоже не уважаем. Почему? Потому что мораль, она не с слабыми, она нас с правыми. А кто прав, кто виноват, это сложный вопрос. Правы не мы, потому что это мы. Правы не слабые, потому что они слабые, не сильные, потому что они сильные. А правы те, кто правы. И каждый раз разбираться, кто правы, это сложно. Но теперь соответственно предположение, что все-таки наша война, она правильная, правая, то самая моральная в войне, это как можно быстрее ее закончить, как можно меньшими потерями с нашей стороны и с как можно большим устражением врагов. Теперь, во время Танаха так велись войны. Это раз. Два. в Торе мы видим, что весь Медьян действительно был истреблен. Вот я, кстати, совсем недавно читал интересную историческую заметку. У нас есть также приказ всех жителей, которые здесь, земля Израиля, тоже поголовно истребить. И в Талмуде описан этот процесс. А исторически получается, что это сделано не было. Потому что как бы убивать, даже если приказанным, мы не очень любим. Уничтожение соответственно уничтожения врага поголовно в древнем мире было нормальной практикой. Если мы хотели вместо этого морализаторствовать, нас вопроса сегодня не было. И это, кстати, очень важный принцип Торы. Тора не занимается тем, она не смотрит с точки зрения идеального морального совершенства, которое у нас настанет через сто тысяч лет назад. На сто тысяч лет тому назад и показывает пальцами, какие вы были плохие. Она спускается к нам в нашу грязь, там, где мы есть, и пытается вместе с нами нас продвинуть вверх и вперед. не говорит, допустим, в Торе было бы написано, что рабство запрещено. В мире, где какие там права раба, рабство это было настолько же естественно, как дети в семье. Люди бы пожали плечами и пошли бы дальше. Тора говорит, рабство разрешено. Но, там столько но, что раба имеет себе дорогу. Еврейская. А Неверевского раба тоже, он имеет это самое, немало тех самых прав. А в конце концов, человечество приходит к тому уже самостоятельно, развившись, что рабство это плохо. Потому, что в Торе оно названо несколько раз как-то Бакриот Гнай, и о нем Тора отозвалось неположительно. Соответственно, на сегодня по Торе войне уничтожать полностью народы, с которыми мы воюем. Это будет также не по Торе, потому, что мы сегодня не там. Но, если наш сегодняшних отнести туда, и мы начнем с нашу сегодняшнюю мораль туда пихать, нас просто перережут. И никакого продвижения человечества никуда не будет. Но, по-моему, вы меня потянули на другой урок. У Гарри Гаррисона, кстати, замечательный роман по этому поводу есть, как он главный герой вместе с еще одним человеком моральным попадают в абсолютно жуткую планету рабовладельческую, кошмарную, и тот все время ему читает мораль. Это что-то потрясающее. Такая жуткая сатира. Я тоже могу прислать ссылку на этот роман, если ты читал. Не читал, я читал только коротенький рассказ. Он действительно начинает действовать, главный герой, жестко, потому что он хочет спастись оттуда, потому что иначе обоих уже прибили на первом этапе. Они от одного рабства попают в другой. всюду... А ему лима было что-то похожее тоже. И всюду. Второй ему читает мораль до того, что он в конце чуть ли не убивает его. Но кто-то другой его там... А к нему, к этому стивилизованному человеку, он не может подходить с общей меркой. Он пытается все время его спасти, потому что они оба пришли из другого мира. Но в конечном итоге кто-то местный убивает в самом конце. Это классная сатира совершенно. Насколько это не к месту в мире, в котором там просто не можешь узнать. Я когда-нибудь тебе... Я найду, я могу прислать, если кому-то интересно. Но это другая действительно тема. Это другая тема, она важная. Мы ее коснулись. И очень хорошо, что коснулись. Я люблю, когда меня так провоцируют, и по крайней мере, что-то еще расцветают. А если есть мораль в Валдайзинге? Конечно, есть. Нет, вопрос хороший. Нет, вопрос очень правильно. Сегодняшнее общее ощущение морали, оно противит тому, что автонахи. Наоборот, это правильная душевная подвижка с моей точки зрения. На это нужно отвечать, а не говорить, что написано автонахи, это правильно, потому что видно, потому что чувствуешь глупость. у нас с Бритолом тоже такой был дискуссия. Некоторым очень нравится. Дискуссия, она обязательно, потому что сегодняшнего нормального цивилизованного человека, от того, что он слышит и читает в Торе, должно мутить это правильно. Наоборот, если вы не мучите, он говорит, о, вот так и будем, так и правильно, у него что-то с головой, по полной программе. Спасибо. Спасибо, Шифра, спасибо, Нехама. Извините, что я там это вылезала. Но мне кажется, что на самом деле все-таки наша тема была не про это, вот сейчас, а про конкретного человека. Не важно, чем он грешил, не потому, что он грешил из идеалов или не из идеалов. Не важно, что туда завело. Допустим, идеал. Это тоже было не откровение по теме, я согласен. Да, нет, я не знаю, может быть, вот, куда я попала, это потому, что у меня были какие-то ложные идеалы, и я, исходя из них, поступал неправильно. Бывает, и у личного человека такая ситуация. А может быть, кто-то действительно разрешил себе грех. Как недавно мы читали в статье Арахен, что не только они себе это разрешают, они грешат, но со второго раза это просто становится для них как разрешенное их грехи. Это нормальное такое состояние. Да, и от этого трудно вернуться, и они скатываются, скатываются, попадаются. Я опять это самую идут в сторону, не на этом закончим. По поводу того, что вы сказали. По поводу неправильных идеалов, кстати, тоже, как раз сегодня я слушал Рокров-Шарки по этому поводу. Не бывает неправильных идеалов вообще. Бывают идеалы, у которых мало правильного и много неправильного. Так вот, мы с ними не сможем бороться, пока мы доброжелательно на эти идеалы не посмотрим, не вычернем все правильное и не украдем. Спасибо. До свидания. Добрый вечер. Мне с вами было очень-очень классно. Спасибо за острые вопросы. Добрый вечер. Спасибо.